23 марта в Ленинском мемориале состоялось, пожалуй, самое необычное выступление 55-го музыкального фестиваля «Мир эпох и имена». Перед ульяновцами выступил Алексей Архиповский, человек, которым можно без зазрения совести назвать лучшим игроком на балалайке, если не в истории, то в современности точно. Но любовь к народам инструмента появилась у Архиповского еще в детстве. Будучи сыном гармониста, он и сам начинал с гармошки. Но когда к нему в руки попала балалайка, это оказалось любовью на всю жизнь. Сейчас Алексей Архиповского можно назвать не только главным балалайшником мира, но и главным популяризатором этого музыкального инструмента. Так сложилось, что у нас в России инструментальные музыки, кроме классической, практически не представлены в залах на рынке музыкального творчества. Ну, я сожалею глубоко об этом, конечно. Я думаю, музыкантам нужно быть настойчивее в своих поисках, потому что мне это тоже стоило каких-то трудов, размышлений и понять, как не изменить себе, делать не только то, что хотят люди, как совпасть с тем, чтобы люди получали то, что им нужно. И не изменить себе. Мелодии, которые играет Алексей, по его собственному признанию, идут у него изнутри. Хотя в основе некоторых из них и лежат всем известные произведения. Например, ульяновцы услышали отрывки из полета Шмеля Мусорского. Узнали в нагрешах мелодии Микаэла Таревердива и даже знаменитые вступления из «Smoke on the Water» группы Deep Purple. Но все-таки большая часть выступления артиста – космическая музыка, которую он каким-то чудом извлекает из трех струн и деки. Самый лучший инструмент – это прозрачный инструмент. Его не должно быть. То есть непосредственно ощущение и чувство, которое ты слышишь, и руки, которых нет, и инструмент, которого нет, и вот сразу отсюда туда, к вам. На ульяновской сцене музыкант выступает уже не первый раз. Впервые он побывал в нашем городе около четырех лет назад, на открытии музея Балалайки. Но тогда его выступление осталось незамеченным для широкого, как вы слушаете. В этот же раз на выступлении гения Балалайки был аншлаг. Можно сказать, что это доказало факт, что Балалайку в России любили, любят и будут любить. И не только в России. В Ульяновск Алексей Архиповский приехал из Италии. Кстати, как писалось, что Балалайка в горную Италию? В горную Италию? В горную Италию. Им понравилось, и мы сейчас обдумываем уже некий русский десант. Туда, ну, наверное, на следующий год уже. А в 2020 году, ну, это была как бы репетиция. А в 2020 году Алексей хотел бы приехать в Италию, чтобы порадовать итальянцев своей игрой в честь столетия режиссера «Фтанина Куэр» и «Фтерика Феллини». А мы будем надеяться, что и ульянцы его услышат еще не раз. Игорь Улитин, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.